добрый день милые дамы сегодня 6 мая мы начинаем нашу нашу четвертую сессию четвертое занятие я буду называть это занятиями и не лекциями потому что какой-то степени я вам я вам рассказываю теоретические вещи и практически поэтому будем будем называть наши встречи занятия пока они проходят онлайн-режиме но в дальнейшем я думаю мы будем очно встречать и соответственно вы уже к очным занятиям уже подойдете с каким-то багажом знаний с каким-то багажом опыта я очень очень надеюсь что вы тренировались что вы что вы занимались теми этими упражнениями которые я вам ранее давал потому что самое важное это выработать новые рефлексы новые связи между мозгом и телом я напомню о себе я вадим горлик я я был скажем так был врачом-невропатологом в россии в москве здесь я практикую уже много лет остеопатию и его терапию ну и использую свои знания врачебные в лечении пациентов вот так что ну конечно считаться врачом я не могу но вот использую знания ну и мы начнем сегодня чего мы начнем наше наше осознание жизни и есть вкус жизни если мы если мы находим состояние положительных эмоций то мы естественно ощущаем нашу жизнь и все что в ней происходит соответствующим образом например если мы если мы находимся в состоянии радости любви и гармонии то мы естественно будем избегать ситуации способных вывести нас из этого состояния но войти в это состояние в нашей жизни в общем-то достаточно сложно этим я и хоть этому я и хочу вас научить ходить по собственной воле по собственному желанию состояние положительных эмоций чтобы ваш мозг вырабатывал гормоны радости чтобы в соответствии с этим гормоны радости укрепляли укрепляли ваше физическое тело вашу иммунную систему вашу скелетно-мышечный аппарат ну и прочее 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 для этого чтобы научиться ходить состояние радости нужно сначала научиться входить состояние покоя внутреннего покоя на прошлом занятии я рассказывал как это делать напомню еще раз и так нужно научиться созерцательности выйти на улицу или посмотреть на какие-нибудь природные объекты например или дерево или луну или я не знаю ну что-нибудь природное цветы листы и разглядывать научиться хотя бы в течение 20 секунд разглядывать этот объект как бы касаясь его взглядом то есть вы смотрите вы выбрали красивый цветок вы его разглядываете и мысленно осознаете мысленно ну как бы проговариваете белый лепесток гладкий или шершавый наверное хорошо пахнет наверное он жесткий на ощупь или мягкий это не важно важно чтобы вы осознанно подходили к своей работе если вы этим этим созерцанием этим упражнением будете заниматься каждый день вам даже будет приятно это делать делайте в смысле медитативном в смысле работы над собой и только то что вам приятно творчество творчество дарит дарит человеку максимальное количество положительных эмоций и все творческие люди говорят о неком состоянии эйфории называя его вдохновение вот в этом состоянии вдохновения и вырабатывается максимальное количество гормонов радости скажем вы не можете рисовать писать стихи что-нибудь еще но вы можете творчески подойти к созданию в своей душе чувство на чувство покоя или чувство радости это тоже самое творчество и так течение 20 секунд не более вы разглядываете какой-то природный объект осознанно отмечая его свойства после этого вечером или рано утром вы вспоминаете этот объект и разглядываете как бы мысленно его еще раз вспоминая все его свой в прошлый раз был вопрос как лучше заниматься самому или в группе лучше заниматься в группе но поскольку сейчас мы этого делать не можем мы будем это делать в офисе клиники после окончания карантина я буду вести эти занятия я буду сочетать я буду сочетать краниальную остеопатию и медитацию ну и как это будет выглядеть я расскажу позже а пока так самостоятельные занятия их лучше делать сразу после сна или сразу сразу перед сном в состоянии полудремы в темноте в тишине и так вы днем разглядывали какой-то природный объект после этого вы ложитесь или садитесь в удобную позу или вечером или утром вспоминаете как он выглядел вспоминайте все его свойства следующее вы все это вспомнили все это проиграли отлично следующее упражнение вы мысленно представляете что вокруг вас в радиусе где-то 500 метров или что-то в этом роде мир вошел в состояние абсолютного покоя и как бы это выглядело в какой-то степени вы фантазируете а вот эта фантазия вы рисуете себе этот мир это и есть творчество это и есть сотворение вот этого нового мира в состояние состояние покоя то есть вы присваиваете этому миру те свойства которые вы хотите вы вводите этот мир вокруг вас привычный для вас мир но в нужное вам состояние это и есть творчество если вы будете к этому подходить весело радостно и с уверенностью вы нарисуете себе нужный мир в нужном состоянии и так ваша окружающая среда ваш район ваш дом все что окружает вас в радиусе 500 метров вы вы наделяете свойствами покоя как бы это и какие мысли эмоции появились бы у вас если бы мир на самом деле вошел в состояние покоя благодатного покоя а потом вы сужаете это пространство до двух метров до вас радиус два метра и в радиусе два метра в вашей комнате где вы находитесь все вошло в состояние благодатного покоя сам воздух насыщен этим состоянием если можно так выразиться аура если аура энергетическое поле что хотите но все находится в состоянии покоя дальше идем ваше ваше тело на поверхность ваша кожа от головы до пятых находится в состоянии покоя и а вот здесь вы должны мысленным взором сканировать свое тело и ощущать отмечать и физические ощущения которые появляются у вас на кошке следующее несколько секунд вы идете внутрь своего тела и там создаете состояние здорового динамического покоя все работает все органы прекрасно работают но они работают абсолютно спокойно уверенно и мощно вот это состояние отмечая самое главное мысленно отмечая и внутренние ощущения что вы что вы будете чувствовать вот их как бы фиксируя потому что в дальнейшем когда вы выработаете нужные межнейронные связи это и будет ваш путь к здоровью ваш путь к саморегуляции состояние покоя это базовое первичное состояние в дальнейшем мы пойдем более радостные и в то же время чуть сложнее состояние внутренней улыбки или тихой радости счастья в дальнейшем будем генерировать состояние любви и гармонии но для начала нужно научиться нужно научиться генерировать состояние покоя учитывая что все все наши органы должны работать гармонично и радостно это состояние особенно важно в нашей жизни происходит очень разные события например вот сейчас вот эта пандемия а ведь вышла она из какой-то мелочи кто-то там понимаете в братском китае съел съел какую-то мышку и на тебе все сидят по домам кто-то болеет а кто-то еще хуже поэтому регуляция саморегуляция укрепление своей нервной системы укрепление своего организма на всех уровнях это первоочередная первоочередная задача и как обычно получается спасение спасение пациента дело рук самого пациента у нас мощная медицина но как видим уже несколько месяцев бьется это наша медицина как рыба об лед вот одни ученые со званиями говорят ооо это чпуха другие ученые с не менее сильными званиями говорят ооо это ужасная болезнь даже до сих пор определить сколько вирус держится на разных поверхностях такие не знаю противоречивые мнения одни говорят чуть ли не пять дней а немцы сделали пробы в городе где там все болели и той же семье в которой все болели и с разных поверхностях и опять же ни одного живого вируса не нашли и я думаю я уверен что именно создание собственного здоровья первое первую очередь на ментальном уровне поскольку поскольку мозг это главный компьютер самая главная задача вот есть один товарищ его зовут Винхов вы можете найти его на ютюбе это дядечка 60 лет он занимается закаливанием у него дыхательные техники взятые из йоги и он занимается закаливанием много лет так он 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 и плавает подо льдом он чуть ли не в одних трусах забрался на 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 гималайские горы в общем а абсолютно здоровый закаленный многократно рекордсмен книги рекордов и нас и ему эти болячки нипочем вот так так что первую очередь творческий подход радость жизни радость в вашем творчестве и и тренировки не насилуйте себя занимайтесь не больше ну не знаю пяти шести минут в день не делайте лишнего но делайте все с радостью и вдохновением а теперь я покажу вам некоторые упражнения из краниальной остеопатии для для регуляции нервной системы мы берем наши руки складываем и и как обычно выводим свое сознание наши руки оказываемся в наших руках оказываемся здесь вот в этом рукопожатии после этого для того чтобы снять лишнее напряжение шеи и затылка мы накладываем руки вот таким образом я надеюсь все не видят на затылок делаем вдох на четыре счета делаем выдох на четыре счета и мысленно и чуть-чуть все-таки физически сдвигаем руки вверх сдвигаем руки вместе с кожей головы вверх движение должно быть на миллиметр не больше но ваше сознание должно находиться в ваших руках при совершенно незначительном движении ваше сознание должно находиться в ваших руках вверх вверх это упражнение это остеопатическая манипуляция которая позволяет вам снять напряжение с шеи и затылка очень часто при избыточной эмоциональной и физической нагрузки возникает напряжение шеи и в затылку и это вызывает головные боли это даже может приводить к нарушению зрения к различным головокружениям вот это легкая манипуляция проведенная вами но раза три-четыре на выдохе позволит вам освободиться от этого напряжения если у вас есть проблемы с внутренними органами вы также можете использовать свои руки для исцеления внутренних органов освоив упражнение созерцание которое я раньше говорил вы сможете визуализировать свой орган и положить руки на соответствующий орган делать нужное движение например наша печень она находится вот здесь вот здесь под правым подребеньем вы берете обе руки и накладываете на печень по восточным по восточным канонам говорится что мужчины должны класть на тело правую руку сверху левую а женщины наоборот левую сверху правую потому что энергия жизненная сила течет иначе итак вы накладываете обе руки на печень вот так я вам продемонстрировал и делаете движение нет для для начала вы вы накладываете свои руки делаете выдох на четыре счета закрыв глаза максимально максимально переносите все свое внимание в печень свои руки и начинайте ощущать то что у вас под руками если печень в какой-то степени напряжена вы обязательно это почувствуете если что-то происходит желчным пузырем вы и это почувствуете главное тренировка и мысленное присутствие в том органе который вы хотите лечить вы накладываете обе руки и вдох и вдох выдох на на четыре счета делаете несколько раз мысленно присутствуете и вы почувствуете как движется ваша печень эти движения будут еле уловимыми они будут чуть-чуть заметными но вы почувствуете и потом сдвинете свои руки на пару миллиметров следуя этому движению в какой-то степени поможете своей печени двигаться в том направлении в котором она двигаться не очень могла то есть вы ее мобилизируете и так вы наложили руки перенесли в них свое присутствие сделали таким образом вдох и выдохи столько сколько вам удобно и комфортно без насилия над собой вы почувствовали свой орган вы почувствовали какие-то движения а потом сделали вдох и на выдохе усилили это движение чуть-чуть всем своим сознанием и немножко руками и ваша печень обретет большую подвижность большую большую вайталити как это говорит жизненность ну и что ж надо заниматься потому что никто нам не гарантирует что все будет в дальнейшем понимаете под контроль на медицине вдруг опять какой-нибудь китайский наш товарищ и брат возьмет и скушает очередную мышку где-нибудь и все и снова здорово так вот я думаю что если есть возможность заниматься и и как-то усиливать свой свой иммунитет и контролировать свое здоровье это надо делать следующее наше состояние которое мы можем и должны вводить свой мозг это состояние внутренней умытики визуализируйте середину грудной клетки и там можете представить лицо улыбающегося маленького ребенка если вы если вы какое-то время эту картину будете созерцать вы почувствуете некие радостные позитивные физические физические ощущения эти физические ощущения есть смысл запомнить и потом проигрывать их снова раз за разом и так следующее состояние после состояния внутреннего покоя это состояние улыбки визуализируйте в середине груди улыбку маленького ребенка и мыслях и мысленно сосредоточьтесь на тех эмоциях и физических ощущениях которые вы будете испытывать запомните И генерируйте их несколько дней на своих занятиях. Занятия, опять же, я повторяю, нужно проводить 5 минут в день, не насилуя себя и доставляя себе удовольствие. Только чувство удовольствия, чувство вдохновения, эйфории, связанной с этим внутренним творчеством, даст успех. Ни в коем случае не делайте это во имя чего-то будущего. Делайте это во имя радости, удовольствия сейчас. Сейчас будьте в данный момент, в данное время. Это значит, что в этот момент времени вы делаете это на 100%. Если вы будете находиться в состоянии радости, в состоянии творческого вдохновения, у вас не будут появляться мысли, отвлекающие вас. Ну вот так. Так что на этой радостной ноте я позволю себе откланяться. Если какие-то вопросы, если какие-то пожелания, вы можете написать на группу, на Facebook. И что я в следующее занятие, я вам отвечу. Я планирую проводить подобные занятия каждую неделю в среду в 3 часа. Ориентироваться я бы хотел на ваши пожелания, на ваши требования. Если что-то непонятно, спрашивайте, я все с удовольствием объясню. Каждый раз я буду повторять многократно все, что мы уже провели в этот раз. Кто меня слушает? Слушали ли вы предыдущие занятия? Делали ли вы что? Не делали. Что вы поняли? Что вы не поняли? Поэтому я буду повторять. Если кому-то... Ну это будет не очень интересно, пропусти. Вот и все. Итак. Самое главное. Перенесение своего сознания в руки. Ключевой, базовый, самый важный момент. Второе. Правильное дыхание. Самое легкое дыхание. Это медитативное дыхание. На 4 счета вдох, на 4 счета выдох. Дышите с удобной вам скоростью. Следующее. Мысленно отмечайте, что прохладный воздух входит в кончик носа, а теплый выходит из кончика носа. Дыхание только носом. Только носом. Только носом. Это очень важно. Не буду объяснять психофизиологические механизмы, потому что станет нудно. И вообще я буду минимизировать все медицинские термины, чтобы вы чувствовали себя равны. А не какими-то отсталыми личностями, не знающими терминологиями. Вот. Итак. Опять же, дыхание носом. Дальше идем. Медитация. Каждый день. Каждый день. Это очень важно для построения новой нейросети. Для построения новых связей между вашими нервными клетками, которыми вы мыслили. И все упражнения, которые я вам перечислил. Это разглядывание. То есть созерцание. Это воспроизведение. И в дальнейшем это созерцание воспроизведение. И два состояния. Состояние покоя. Мы начинаем с отдаленного радиуса. Радиус сужаем. И везде визуализируем, представляем, фантазируем в радости и вдохновении в состояние покоя. Сужаем его до ваших внутренних органов. До ваших внутренних органов. Внутренностей тела. И следующее состояние внутренней улыбки. Это визуализация лица улыбающегося ребенка в середине груди. Вот так. Так что, я надеюсь, я все рассказал. Если что-то, звоните, пишите. Всего хорошего. Лето наступило. Я даже, вот видите, одел вот такую рубашечку. Хоть на Кубу и не поехал, но зато рубашечку кубинскую одел. Ну, уже почти на Кубе. Так что, будем идти по жизни с радостью, вдохновением и любовью. Всего хорошего. Желаю счастья.